Диктант Потому что дальше уже идет специализация у современного человека. И вы увидите, что вы на эти вопросы не ответите. То есть знания, которые потребуются для ответа на вопросы в этом диктанте, они приобретаются самой жизнью, интересом каждого человека. Как он себя ощущает, где он живет. 20 век – это было время крушения двух таких иллюзий мощных. То есть фактически иллюзия была одна. Она просто рухнула одновременно за океаном и у нас. У нас в нашей стране в рамках марсистско-ленинской науки было провозглашено неизбежным. И это отразило нашей Конституции 1977 года формирование новой исторической общности советский народ, которая пришла на смену этой исторической типологии общественных групп, племя, народность, нация. Следующее значит, что у нас должна была быть советский народ. Ну а дальше это уже бесклассовое, безрасовое, безрелигиозное и далее многочисленное безкоммунистическое общество. А в Америке там рухнула идея плавильного котла, который тоже говорил, вы знаете, американская нация, живущая в совершенно других технологических вызовах, с крайне мудрым государственным политическим устройством, она просто исключает необходимость людей группироваться по каким-то признакам, классовым, национальным, этническим. Она единое общество, это единый организм. У американцев всё рухнуло, и это было признано ещё в 80-е годы прошлого века. Действительно, концепция плавильного котла не состоялась. Сегодняшнее американское общество – это крайне как бы сегментированное различных расовых, религиозных, культурных, субкультурных группах структура. Что касается Советского Союза, вы прекрасно помните, что попытки утвердить, что в 80-е годы произошло полная унификация и идентификация национальных особенностей, что социалистический интернационализм полностью отодвинул национальную тематику, это привело к самому глубочайшему разочарованию, которая, по сути дела, вылилась в целом ряде событий, начиная с Нагорного Карабаха, событий в Средней Азии с турками-месхетинцами и далее, которые, по сути дела, сдетонировали и развалили Советский Союз. Поэтому такое игнорирование вот этих национальных, этнических, но добавим сюда и религиозных особенностей, населяющих нашу страну народов, оно, в общем-то, крайне опасно, и это показали события совсем недавнего прошлого. Поэтому, на самом деле, это, я считаю, с точки зрения ФАДНО, который у нас уполномочен государству вести политику по нормализации межнациональных отношений и всячески способствовать развитию тех самобытных черт, которые присущи нашим народам, многочисленным народам нашей страны, идея проведения такого диктанта крайне перспективна и будет иметь очень хороший результат, поскольку он обратит внимание общества, он поможет каждому человеку проанализировать свой жизненный опыт, посмотреть в себя и подумать, а что я знаю о своих соседях, что я знаю о других народах, которые населяют нашу страну, и что, а самое главное, понять, что он не знает. И это, конечно, должно спровоцировать, вызвать такой, знаете, возрастающий и стабильный интерес к изучению, погружение в фантастически интересный, пестрый, красочный мир народных, этнических культур населения нашей страны.